Привет всем! Меня зовут Николай Жаворонков. Сегодня в нашем обучающем видео мы разберем довольно-таки технически сложный элемент под названием глиссирующий фордовинт. Сложен он в первую очередь тем, что вам на большой скорости предстоит для плавного выполнения элемента практически одновременно сделать несколько движений. Причем движения координационно сложные. Представьте, что элемент это кодовый замок. И только для выполнения этого элемента, как для открытия кодового замка, вам нужно выполнить, правильно подобрать ряд цифр. Только когда вы все цифры подберете, тогда элемент выполнится. Вот наш элемент мы тоже разделим на шаги, примерно это 10-12 шагов будет. И при выполнении всех шагов у нас получится качественный элемент. Специально для вас мы подготовили тренажер, парус, доска. На нем я буду показывать все то, что я в дальнейшем выполню на воде. И вы должны постараться выполнить самостоятельно тоже на воде. Вы глиссируете на полной скорости, чувствуете контроль. Прежде чем выполнять элемент, вы должны научиться контролируемо глиссировать. Что это значит? Когда у вас дощечка идет плоско по поверхности воды, нос прижат к воде, и вы без потери скорости сможете отцепиться от трапеции и вытащить заднюю ногу из петли, для того, чтобы в дальнейшем начать корвинговать доску. Итак, перед самим выполнением элемента очень важная часть – это подготовка. Что это значит? Перед тем, как начать писать дугу, первое, с чего вы должны начать выполнение – это посмотреть назад. Посмотрели, никого нет, нет ни других серферов, нет ни берега, ни спасательной плюшки, ни кораблей. Только после этого хватаетесь пошире и дальше от мачты. Для того, чтобы в элементе вы могли проконтролировать парус, и у вас был достаточный рычаг от мачты для того, чтобы закрыть парус. Это очень важно. Третье. Вы уваливаетесь по ветру и закрываете парус. Вот, дощечка у вас уваливается по ветру, парус при этом должен быть закрыт у вас. Обязательное условие – дощечка должна разогнаться. Когда вы идете на максимальной скорости, отцепляетесь с трапецией, отцепляетесь, не открывая паруса. То есть, коротким движением таза и, может, подтягиванием рук к себе, вы уменьшаете расстояние от гика до вашего крюка трапеционного и отцепляетесь с трапецией. Следующий шаг. Четвертый. Вытаскиваете заднюю ногу из петли и ставите на подветренный борт. Другими словами, вы ставите на внутренний борт в повороте. После этого сгибаете обе коленки так, чтобы гик был у вас на уровне глаз. Плавно переносите вес на заднюю ногу, то есть затапливаете внутренний борт. А передней ногой помогаете себе и поднимаете внешний борт. То есть, чтобы доска агрессивно начала прорезать бортом в воду. И как сноуборд начала писать дугу за счет карвинга. Вот вы карвингуете, карвингуете, карвингуете. Обратите внимание, гик на уровне глаз. Когда доска пересекла линию ветра, пересекает линию ветра, вы должны сделать следующее движение парусом. Выведите его вот сюда, во внешнюю сторону поворота. Еще разочек. Вот так вот. Причем, обратите внимание, задней рукой вы продолжаете сильно подтягивать парус к себе. После того, как вы вывели, меняем ноги. Переднюю ногу из петли ставим с разворотом назад. Заднюю ногу к шарниру вперед. Если вы сделали все правильно, дошечка сохранит у вас инерцию и доразвернется. Доска немножечко привелась. Дальше следует переброска паруса. Как мы это делаем? Подтягиваемся передней рукой к мачте, к оси вращения. Отпускаем заднюю руку. И перехватываемся за гик с другой стороны. Все, мы вышли из поворота. На что вам нужно обратить внимание, когда вы будете поворачивать? Помимо выполнения всех этих движений. Первое. Выполняйте элемент на согнутых ногах. Чем ниже будет у вас центр тяжести, тем меньше вероятность, что вы упадете. Второе. Не забывайте держаться широко. Самая частая распространенная ошибка держится слишком узко и слишком близко к мачте. Никогда, ни при каких условиях, у вас не хватит ни сил, ни техники, ни рычага для того, чтобы закрыть парус. Третье. Выполняйте элемент на максимальной скорости. На моей практике, сколько я обучал людей, все поначалу, когда начинают делать элемент, вместо того, чтобы разогнаться, наоборот, снижают скорость. Да, страшно. Вероятность упасть высокая. Чтобы снизить как-то вероятность падения, делайте это в комфортных условиях и на гладкой воде. В Дахабе у нас есть очень классная зона, спиди, где прям у песчаной косы можно очень круто выполнять глиссирующий фордовин прямо на гладкой воде. В принципе, это все, что я хотел сказать по технике. Ну, теперь перейдем к водным процедурам.